Благослови Мы славим Тебя, возвеличиваем Тебя, Царь, Царей, Господь, Господствующих, благослови, молимся, Господь, дай надежду тем, кто болен, дай надежду, Господь, тем, кому поставили смертельный диагноз, дай надежду, Господь, и утешение, благословение, наполни силой, наполни, Господь, своим святым присутствием. Великий Бог, благослови, благослови студентов, учеников, учащихся тем, кто сдает экзамены, благослови, Господь, благослови, пусть в каждом сердце будет мир, Божий покой, Божий порядок, всемогущий Господь, мы надеемся на Тебя, уповаем на Тебя и верим только в Тебя. Хвала Тебе вовеки. Аминь. Слава Господу. Слава Господу. Благословите друг друга и присаживайтесь. Слава Господу. Благословите друг друга и присаживайтесь. Что-то сказать. Знаете, это тоже непростое время, если раньше была полнейшая свобода, сейчас идет некое упорядочение. То есть в проповеди Евангелия, в нашей вере, в церковных делах, в межцерковных делах, в межгосударственных делах, мы видим, что некий уровень накала существует между странами в экономической ситуации. Немножко все нервные становятся, даже, может быть, кто-то не силен в политике, в каких-то международных делах, но ты просто едешь за рулем и понимаешь, что сейчас как-то сложнее, все какие-то нервные, того и гляди, выбегут, начнут что-то разбираться. Но у Бога полно благодати, Бог наш не изменяется. И тема сегодняшняя будет «Церковь и государство». «Церковь и государство». Кто-то, может, делает пометки, помечайте. Сначала, пока мы еще свеженькие, я возьму такую, может быть, немножко муторную часть, но потом мы сразу перейдем к Библии. И сначала мы поговорим о государстве. Поскольку «Церковь и государство», а церкви мы много слышали, да, что такое церковь? С греческого «Экклессия», собрание верующих людей. Это мы с вами, это мы с вами, церковь. Какие у нас отношения с государством? Ну, не лично у нас, а как у церкви. Ну, прежде чем войти в это, нужно знать, что такое государство. А государство – это особая организация общества, которая объединена общими социальными, культурными интересами, занимает определенную территорию, имеет собственную систему управления, безопасности, обладает внешним и внутренним суверенитетом. Сколько всего наговорил, да? Ну, скажем так, независимостью. Само слово «государство» в русском языке происходит от древнерусского… Государь, конечно, государь. Так называли князя-правителя в древней матушке Руси, которое, в свою очередь, связано со словом «господарь». То есть, практически все исследователи сходятся на связи слов «государство» и «господь». «Государство» и «господь». Как-то это связано. И мы с вами… Знаете, когда я разбирал эту тему первый раз, я взял признаки государства, чем же отличается, что объединяет все государства. Взял все признаки, а потом стал разбирать, не так много информации на эту тему, стал разбирать с точки зрения Библии. Я пришел к удивительнейшим результатам. Чуть попозже я с вами поделюсь этим. Но у каждого государства есть свои признаки. Во-первых, что во-первых? Где находится государство? Территория, конечно. Какая-то должна быть территория. Это единая территория и государственная власть распространяется на всю территорию. Конечно, внутри может она делиться на какие-то области, округа, губерний, графства и так далее. Но государство не может существовать без территории. Не может. Можно первую карту. Это политическая карта мира. И мы смотрим на нее. То есть вся суша как-то поделена. Все государства находятся здесь. Видели такую картинку, да? Наверное, со школы. Глобус я любил крутить в детстве. И вообще обожал карты. Вот политические карты мы с другом так любили. Приходили в картографический магазин, все время покупали карты. Я один раз купил огромную такую карту в нескольких частях. Пришел домой, маленький еще школьник. Маме говорю, повесим вот в большой зал, а то ко мне она не влазит. Мама так посмотрела, говорит, не, слушай, у нас здесь ковер, здесь сервант. Какая карта? Не, никаких карт. Давай так. Когда ты подрастешь потом, женишься, у тебя будет своя квартира, будет своя стена, свой зал. И вешай, что хочешь. Вот, что хочешь. Но я человек терпеливый. Сейчас мне 40 с лишним лет. Действительно, я женился. У нас появилась своя квартира, слава Богу. У нас появилась своя стена, свой зал. И однажды я прихожу домой, жене говорю, слушай, я тут купил огромную карту, новую. Представляешь, посмотри, какая распечатка, какие цвета, какая палитра. Мы ее повесим вот сюда. Не повесили. Ну, ладно. По дизайну не подошло чуть-чуть. Но, в общем, суть в том, что когда в детстве мы раскладывали на полу и лазили там, смотрели, все эти государства играли в столицы мира, играли в города. Практически все столицы я раньше знал. Все как от зубов. Все-все-все. Знаете, удивительная вещь, что ни одной суши не было, которая свободна. Смотришь так, не занято. Ну, может, надо кому-то там, забирайте страны. Вот как-то нет такого. Ну, я имею в виду пригодного для жизни. Мы знаем, что внизу Антарктида на Южном полюсе, она свободна. Ну, там жить невозможно. Там только пингвины такие вот ходят и все. Вот. Все поделено. Все поделено. И причем территория не меняется. Если она есть, вот сколько площадь, столько она есть. Может, у кого-то есть в даче, и ты спрашиваешь у соседа, сколько у тебя соток? Он говорит, 10. Ты у него на следующий год не спрашиваешь, сколько. Потому что она не расширяется, не сужается. Могут взойти помидоры, там может вода пропасть, может появиться, может нефть появится у кого-то, не знаю, может кто-то счастливый, что-то еще внутри. Территория не меняется. Итак, ни одно государство не существует без территории. И в принципе, государства могут появляться, исчезать. Мы знаем, как там был ФРГ, ГДР, Корея и так далее. Но все равно они появляются, исчезают за счет другого. За счет чего-то другого. Какие-то государства решают эту проблему тем, что делают насыпи, как Япония. Высокотехнологичное государство. Они отходы не выбрасывают в море, они делают там такие брикеты, насыпи и расширяют территорию за счет этого. В Германии, не так давно прочитал случай, один был, на реке Рейн в Германии, в Европе, насыпало, ну практически за ночь появился остров. И человек, рыбак, обычный рыбак, который вышел, смотрит, никогда не было, пошел, зарегистрировал, говорит, я нашел остров. Где? Ну потом скажу, пока не скажу. То есть он зарегистрировал на себя, себе в собственность. Ну после этого законы поменяли и запретили. Но он успел. Представляете, так вот раз и стал богатым человеком. Проснулся, рыбак обычный, на своем острове сейчас рыбу ловит. Но это кардинально не решает какие-то вопросы, конечно. Не решает. Как-то мы с дочкой смотрели, я прививаю свои навыки, она говорит, вот это самая большая у нас площадь. Я говорю, да, самая большая площадь, 146 тысяч населения. А вот смотри, говорит, в Японии, Япония буквально там накаток такой, там 126, ой, 146 миллионов населения у нас. В Японии 126, такой накаточек. В Китае 1,4 миллиарда. А в Китае это поменьше будет. Ну, к слову сказать, самое маленькое государство Европы и всего мира это Мальтийский орден. Находится на территории Ватикана, на территории Рима, точнее. Площадь 0,012 километров. У них есть своя валюта, свои номера на машинах и так далее. Ну, это так, для общего развития. Есть еще меньше государства, но оно никем не признается. Княжество Силэнд. Можно картинку? Тоже люди решили создать свое государство. 27 человек находятся в 10 километрах от Великобритании. Они провозглашают у нас свой флаг. Мы тоже создадим свою валюту и так далее. Но видите, территория у них сделана из части военной базы. Ну, раз нет территории, никто не дает. 27 человек, сложно им завоевать какую-то территорию, правильно? Пойти. Ну, 27 это не 2700. Итак, территория. Без территории может существовать государство? Нет. Мы поняли, нет. А народ какой-нибудь может? Может. Цыгане, например. Цыганская народная республика. Где у нас находится? Нигде не находится. Нет такой. По всему миру они разбросаны. Точно так же, как евреи раньше были до 1948 года. Не было своего государства. Народ может существовать. Но должна быть территория. Второй признак – это население. Это население. Должны быть люди. То есть в Антарктиде нет населения, нет государства. Мы с вами пойдем более быстрыми темпами, иначе мы не дойдем до Иисуса Христа, который нам дает наши отношения. Должна быть публичная власть. Должна быть какая-то власть. Потому что не может быть в государстве, ну, какая-то анархия. Есть государство, и делай, что хочешь. Так невозможно. Должна быть власть. А как правило, во всех государствах три ветви власти – исполнительная, судебная и законодательная. Это точно. Проверял. Должно быть издание правовых норм. То есть должны издаваться законы. Сюда ходи, сюда не ходи. Это можно делать, это нельзя делать. Должна быть материальная основа государства. Государство есть, а денег нет, например, да, ничего нет. Ну, мы так сами по себе. Такое тоже не бывает. Не бывает. Итак, вот некоторые признаки. В библейской школе, мы идем голубом чуть-чуть по Европам, мы более подробно разбираем. Здесь мы с вами остановимся на этом. Смотрите, государство, которое запланировал Бог. Сейчас мы с вами откроем первую книгу бытия и посмотрим, как Бог запланировал все это. Мы знаем, что все, что Бог запланировал, у Него вышло лучше всех. Так ведь? Если Он создал эту землю, кому нравится наша земля? Не нравится. Кто-то ходит в походы, сплавляется. Вот я знаю, летом кто-то пойдет на сплав. Красота неописуемая, да потрясающая. В городах может быть тесно, душно, жарко, пыльно. Но ты выходишь на природу, ты понимаешь, что потрясающе. Если Бог что-то сделал, потрясающе. Человек, конечно, он может свою лепту внести и все испортить. Пришел я как-то к одним знакомым. Мы начали чай пить. Они говорят, подождите, сейчас кота высморкаю. Я говорю, как это кота высморкаю? Никогда не видел. Покажите. А там какой-то кот селекционированный с таким носом, полуперсидский, какой-то суперпородистый, дорогой. Но единственное, что его надо сморкать, за ним надо ухаживать, там что-то водить его куда-то. Я говорю, он мышей-то хоть ловит. Да ты что, он боится мышей. Он, если мышку увидит, на табуретку заберется и орет оттуда. Вот человек и придумал. Потрясающе. Если Бог за что-то берется, он делает все вот идеально. Солнце поставил на место, Луну, звезды. Мы знаем, что если бы Луну чуть-чуть дальше сделал, то приливы и отливы нас бы затопили моментально. Земное ядро. Если, ученые говорят, если плотность чуть-чуть увеличить у земного ядра, то сила притяжения была бы в несколько сотен раз больше. То есть ты чай сел пить, а кружку не можешь оторвать от стола, потому что притяжение нереальное. А если бы чуть-чуть менее плотно было, то все бы летало. Вы бы сейчас не смогли сидеть. Мы бы так летали, парили. Я бы тут между вами где-то, например, чай насыпал в кружку или сахар, он бы разлетелся. Чай в пакетиках, знаете, придумали для космонавтов, потому что иначе он там разлетался у них в кабине. Попробуй его поймай там. Никак его не поймаешь. Или дождь пошел, до нас не дошел, например, где-то там так и остался. Нет, Бог сделал все четко. В Библии некоторые места Писания помогают нам понять. Это Колоссянам 1,17. Христос говорит, есть прежде всего и все им стоит. Все он поставил на свои места. Идеально. Все удерживается вместе. Греческое слово «синистао» означает сцепляться, сохраняться, удерживаться вместе. Или евреям 1,3. Христос держит все словом силы своей. То есть он поддерживает в правильном виде. В правильном виде. Бог защитил Землю. Мы знаем, что атмосферу он сделал. Если бы ее не было, то нас бы сожгли все кометы. И все такое. И точно так же Бог... Мы вот смотрели карту. Если бы земная ось, тоже ученые говорят, чуть-чуть смещена была бы, то вся вода бы в океанах замерзла. Это один вариант. Если в одну сторону. Представляете, лед везде. Ходишь, колотишь, накидываешь в чайник и пьешь чай. А если бы в другую сторону, то Земля была бы в виде испарений, в виде пара. Воды бы не было. То есть пришлось бы как-то генерировать из пара. Сам человек до сих пор, те, кто занимаются исследованием, говорят, что это нереально высокотехнологичное существо. Один мозг, он по сложности сложнее, чем вся Вселенная. Так вот Бог сотворил мудро, мудро нас. Так что, когда смотришь в зеркало, не ругайся на Творца. Что-то не нравится, может быть, наоборот. Идеально сотворен ты. И знаете, точно так же Бог и продумал систему для человека. Ну, как мы называем государство. Мы никогда практически этой темы не касаемся. Ну, у нас же духовные темы. Но на самом деле и вот сферу для существования человека Бог точно так же продумал идеально. И мы видим, что Бог дал человеку территорию. Точно так же. Это в бытие, в первой главе. Вторая глава, седьмой, восьмой стих. Создал Бог человека, насадил Господь Бог рай в Эдеме и поместил туда человека. То есть вначале он подготовил территорию. Все сделал необходимое для жизни. Он, население было у него точно так же. Человек не бегал и не знал, что делать. Бог власть взял в свои руки. Вот три ветви власти. Мы видим исполнительное, законодательное и судебное. То есть все Бог сосредоточил в себе. По таким словам, как Бог говорит в повелительном наклонении, многие-многие глаголы мы читаем, да? Делай, не делай, я тебе заповедую. То есть мы видим, что конкретно власть у Бога. Он распределил санкции. Если ты сделаешь что-то, смертями да умрешь. Если ты возьмешь отсюда, от плода будешь кушать. Он поставил границы. Мы видим даже потом, когда Бог изгнал человека, Он поставил Херувима, как пограничника, чтобы не пускать. То есть были границы определенные. Я когда читал с этой точки зрения, некоторые тоже ученые, которые занимаются темой государства, вот эти все признаки, они думают, что это они все придумали. Нет, нет ничего нового под солнцем. Все это Бог давно уже придумал в самом лучшем виде. Суверенитет. То есть человек был самым главным существом на земле после Бога. Он говорит, делай, что хочешь, тут называй зверей, занимайся тем-то, 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 тем-то. Ты здесь главный. Мы видим, что была материальная база. То есть была флора, фауна, тенечек, приятная на вид и хорошая для пищи. То есть все было хорошо. Мы же, когда в магазин ходим, мы же не смотрим, чтобы приятно на вид было так же, не только пригодное для пищи. Так ведь? Редко кто покупает, знаете, вот внизу банановая каша такая есть, за 10 рублей килограмм, так берешь ее. Нам же охота, чтобы бананчики желтенькие были, фрукты, овощи, все красиво. Бог все так сделал идеально для человека. Все сферы. Бытие 2 глава 10 стих. Что там у нас? У меня помечено, как коммунальное хозяйство. Из Эдема выходила река для орошения рая и потом разделялась на 4 реки. То есть он, Бог всю сантехнику провел, так скажем, всю электрику и сказал Бог, да будет свет, стал свет. Все, пожалуйста, вам. Все это было. Природные ресурсы, полезные ископаемые. Все, 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 все. И, к сожалению, человек не сохранил. Не сохранил, человек согрешил. Мы знаем всю эту историю. И вы знаете, и Бог его изгнал. Но слава Богу, что он его не покинул, не оставил. Мы видим, что и дальше Бог заботится о человеке. Бог заботится, он не оставляет. Он думает, когда евреи оказались в рабстве, он говорит, я вас выведу в землю хананскую, где течет молоко и мед, где все есть вам для жизни. Где все есть для жизни. Конечно, это был один этап. Вот все, что Бог сотворил, вот первое. Мы бы так и жили, если бы Адам не согрешил. Мы бы сейчас вот в Эдеме жили. Не знаю, собирались бы на служение. Нет, наверное, нет, потому что Бог с нами был бы. Правильно. Но худшее, что произошло, это депортация. Выдворили из страны Адама. Это так же, как дети, когда приобретают какую-то самостоятельность, доходят до какого-то возраста. Они говорят, мне уже не нужны вы. Но если его отправить на улицу во Своясе, то сложно ему будет. Так ведь? Потому что ему кажется, что он сможет, он сам сусам, у него будет все необходимое. Ничего не будет. Мы-то понимаем с вами. Точно так же Бог смотрел на человека и понимал все это. Но слава Богу, что Бог не бросил человека. Не бросил. Поменялось многое. Поменялся закон. Бог дал человеку уже 10 заповедей. Поменялась форма общения с Богом. Уже стали через священников. Поменялись налоги. Все поменялось. Все поменялось. Итак, мы с вами дошли до книги Судей. До книги Судей. А точнее даже откроем первую книгу Царств. Восьмую главу. Когда состарился Самуил, то поставил сыновей своих судьями над Израилем. Имя старшему сыну Иоиль, имя второму Авиа. Они были судьями в Версавии. Но сыновья его не ходили путями его, а уклонились в корысть и брали подарки и судили привратно. Шестой стих. И не понравилось слово сие Самуилу, когда он сказал, дай нам царя, чтобы он судил нас. И помолился Самуилу Господу. И сказал Господь Самуилу, послушай голоса народа во всем, что они говорят тебе. Ибо не тебя они отвергли, но отвергли меня. Я не царствовал над ними. Как они поступали с того дня, который я вывел их из Египта. И до сего дня оставляли меня и служили иным богам. Так они поступают и с тобою. Итак, раньше Бог Сам царствовал над народом. И мы видим этот переход, когда евреи видели соседние страны, соседние государства. Видели, что у всех есть цари. Нам надо, как у всех, они говорили. И они говорили, дай нам царя. Мы помним, как закончилась эта история. Закончились судьи и стал царь Саул. Это было время очень обидное для Бога. Обидное для Бога. Видите, он говорит Самуилу, это не тебя отвергли. Это отвергли меня. Меня они предали. Они не хотят, чтобы я их вел. Они уже не верят в меня. Им надо, как у всех язычников, у всех соседних народов, как у всех идолопоклонников. Это было горькое время. И знаете, многие на месте Бога, я не знаю, могли бы просто уничтожить этот народ. Так ведь? Ну, как так? Я вас столько вел, столько лет. Я вас пестовал. Я заботился о вас. Думал о вас. А вы отвергаете меня. Так нельзя. Но Бог со своей великой милостью стерпел и это. Бог стерпел это. И стало государство, как у всех, стал царь. И мы видим, что с того времени, с того времени было некое противостояние, противостояние пророков и царей. Постоянно цари хотели, вмешивались в церковные дела. Пророки им говорили, нельзя так делать. Много было моментов. Много моментов было. Знаете, если посмотреть на сегодняшний период, то тоже происходит некая порой конфронтация. Происходит где-то слияние, где-то не слияние. Но на сегодняшний день есть два института, церковь и государство. И они должны быть суверенны друг от друга, обособлены друг от друга. Они должны быть в помощь друг другу. Мы видим, что если происходит наклон этой оси в одну сторону или в другую, то ничего хорошего из этого не выходит. Если раньше, например, христиан гнали во времена Ирода, травили животными и так далее, то во времена императора Константина вроде бы ситуация поменялась. Но на самом деле это тоже не очень хорошо, когда власть христианская в стране сделали так, что одни христиане. Мы видим, потом уже начали из страны через какое-то время крестовые походы. Пусть все будут христианами. В этом тоже хорошего нет. То есть государство занимает свою позицию. Должно занимать свою позицию. Без государства очень сложно выжить. Ну и невозможно, я бы сказал. Государство заботится. Государство думает. Государство издает законы, меняет законы, потому что люди несовершенны. Призвание церкви другое. Другое. Призвание церкви молиться, пророчествовать, ходатайствовать. И Иисус об этом и говорил. Он говорил, царство мое не от мира сего. Когда его хотели сделать мессией, предводителем, чтобы он помог освободить, свергнуть римскую оккупацию, он говорит, нет, 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 вы совсем не о том думаете. Я не от этого мира. Сложно было понять ученикам, как не от этого мира. Подожди, мы тебя видим, мы тебя слышим. Давай сделай так, чтобы ты был главным царем. Он говорит, нет, нет, я царь, но я не здесь царь. Я не здесь царь. Я там царь. Церковь должна быть отделена от государства. Конечно, есть сегодня, существуют теологические государства. Например, государство Израиль. Если ты захочешь в субботу что-то купить там, ты не сможешь. Как так? Ну я вот, например, не верю. Веришь, не веришь, но ты ничего не купишь, ты ничего не сделаешь. Религия во всем. Или в Советском Союзе, атеистическое государство. То есть была полностью отвергнута религия во всех ее проявлениях. Многие застали это время, я вижу. Верили в Бога, но в тихушку. Удивительно то, что как только закончился этот советский период, эти 70 лет, и были опросы, больше 80% населения говорили, мы христиане. Тут мы, конечно, не рассуждаем с вами, насколько они искренне верят в Богу или неискренне. Но сам вопрос в том, что мы хотим приобщиться, мы хотим хотя бы называть себя христианами и стремиться к этому. Это удивительный феномен. И мы видим, что не задавить силы, какой был серьезный аппарат, как работало НКВД. Против церкви все было направлено, но церковь устояла, потому что кто стоит за церковью? Царь царей, Бог богов. Невозможно подавить. Люди все равно собирались, люди молились, было движение христианское, люди были бесстрашны. Сейчас раскрывается много документов, люди бесстрашно верили. Верили. Итак, Иисус говорит, царство мое, Иоанна 18, 36, не от мира сего. Если бы оно было от мира, царство мое, то служители мои подвязались бы за меня, чтобы я не был предан иудеям, но ныне царство мое не отсюда. Не отсюда. Когда был последний молитвенный завтрак, и один человек выступал, я слушал, очень хорошо сказал, на самом деле государство нуждается в церкви, точно так же, как и церковь нуждается в государстве. Но они существуют параллельно. Параллельно. Правительство не должно вмешиваться в религиозные вопросы, как и церковь не должна вмешиваться в дела политики. Когда мы были там еще, на Селькоровской, я помню, к нам пришел один человек, помощник депутата, и он просил, мы с ним разговаривали, он просил пять минут во время нашего богослужения, чтобы призвать голосовать там за какого-то депутата. Он сказал, это серьезный человек, и с одной стороны мы вам поможем, если вы нам дадите эту площадку, но все-таки столько людей, несколько сотен, но с другой стороны, если вы откажете, то смотрите, нам же еще существовать, у нас-то будет власть. Но мы никогда не делаем это. И я надеюсь и верю, что никогда этого не будет. Никогда с этой кафедры не будет какие-то призывы за каких-то депутатов, за каких-то власть имеющих людей. Нет. Мы сами решаем, и это наша гражданская позиция. Но с этой кафедры звучит только слово Божье, и все. И никаких, никаких призывов голосовать за... Он так обиделся, помню. Ну все, смотрите, там у меня вот этот... Не выбрали этого депутата. Ну, в общем-то, я и так знал. Как это так? На церковь тут так наезжать. Итак, давайте откроем Евангелие от Луки 12 главу. Евангелие от Луки 12 главу. Библия не шуршит. Я когда проходил сюда с Библией, сразу видно, кто сегодня проповедует. Кто без планшета. 12 глава. Знаете, пока мы открываем, я хотел чуть-чуть поговорить о нас, о нашем государстве. Может быть, у кого-то много вопросов. Иногда, когда общаешься с чиновниками, раньше особенно такое было, даже некоторые чиновники проявляли невежество и говорили, ну, у нас же православное государство, вы какой фестиваль хотите тут организовать? Вы что придумали? Вот, слава Богу, сейчас такого нет. Сейчас более-менее грамотные власти. Но Конституция наша говорит, что у нас светское государство. Светское государство. Это значит, все религии равны перед законом. Давайте посмотрим табличку иерархии законов. То есть, если законы один другому противоречат, то мы руководствуемся вышестоящим законом. В нашей схеме общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры являются приоритетными. В нашей стране из всех наших законов самый главный закон – это Конституция. Так вот, в Конституции написано, что у нас светское государство. В Конституции написано, что у нас есть свобода вероисповедания. И слава Богу, что у нас такое есть. Может, кто-то скажет, ну, по факту, там, где-то притесняют верующих. Мы можем свободно собираться, да? Мы сегодня пришли сюда, читаем Библию, молимся, ходатайствуем. В некоторых странах такого нет. Это надо понимать. В некоторых странах, как узнают, что собираются верующие, разгоняют, сажают в тюрьмы. У нас есть свобода вероисповедания. Конституция Российской Федерации – основной закон, гражданский кодекс. Наши законы – это федеральный закон о некоммерческих объединениях. Это все объединения, это и фонды, некоммерческие партнерства. А федеральный закон о свободе совести и религиозных объединениях – это как раз регулирует вопросы церкви. Очень много полномочий. Сейчас законы немножко меняются. Ну, кардинально ничего не поменялось. Кардинально ничего не поменялось. А что такое свобода совести? То есть ты делаешь, что хочешь? А давайте посмотрим. Ну, давайте сюда посмотрим. То есть в церкви есть как зарегистрированные органы, это тоже для общего развития так, может кому-то интересно, может кому-то неинтересно, можете пролеснуть. Религиозные организации, религиозные группы. То есть можно без регистрации собираться и верить. У нас религиозная группа. Очень много таких. А вот свобода совести – это ты можешь исповедовать религию, можешь не исповедовать, можешь лично, можешь с кем-то. Выбираешь религиозные убеждения, имеешь их внутри. Ты можешь их распространять и действовать в соответствии с ними. Сейчас много вопросов задают, как закон нам запрещает проповедовать и так далее. Сейчас, скажем так, все это более стало структурировано. То есть если ты проповедуешь, ты должен иметь основания, ты должен иметь полномочия и должны спросить. Все это связано с угрозой террористической деятельности. Это нормальная реакция государства на существующие положения. Поэтому слава Богу за то, что у нас есть вот эта свобода. Кто-то не жил в это время еще. Мы не знаем, как дальше когда-то будет. Как в каких странах. Итак, все это можно убрать. Спасибо. Евангелие от Луки, 12 глава. Иисус, как обычно проповедует, собирает людей, говорит притчи. Он говорит важнейшие вещи. Кто исповедует меня перед человеками, и сын человеческий исповедует пред ангелами Божьими. А кто отвернется от меня, тот отвержен будет пред ангелами Божьими. И так далее, и так далее. 13 стих. После его проповеди подходит к нему человек один. Так бывает, ты проповедуешь на подъеме какие-то важные духовные вещи, а к тебе подходят и говорят, вот как сейчас. Учитель, скажи брату моему, чтобы он разделил со мной наследство. То есть этот человек просто увидел, что у Иисуса есть власть. Он многое может, многое в его полномочиях. И он подошел к нему и говорит, брат, обижай от меня с наследством. Скажи ему, чтобы он разделил со мною, а то он все себе забрал. Иисус же сказал человеку тому, кто поставил меня судить или делить вас. Кто поставил меня? Никто не поставил меня судить или делить вас. Часто, периодически, к церкви обращаются с какими-то вопросами. Бывают с такими же наследства. Бывают защити нас. Бывают очень часто с просьбой материальной поддержки. Люди не из церкви, а из других городов. Даже бывают неверующие. Просто помогите. Наверняка у вас есть финансы. Но Иисус тут однозначно говорит, что у церкви другая сфера. Мы оказываем духовную поддержку. Мы молимся. Иисус говорит, кто меня поставил? Меня никто не поставил. Хотя Иисус, вроде у тебя такая власть. Ты же все можешь. Он говорит, кто меня поставил? Я вам говорю важнейшие вещи о спасении души. А вы хотите вовлечь меня в ваши домашние споры, ваши домашние ссоры? Нет. Я не для этого здесь. Царство мое не от этого мира. Церковь призвана спасать души человеческие. Это основное. Церковь не призвана вмешиваться в какие-то дела житейские, политические, экономические, какие-то другие. Нет. Церковь спасает. Церковь спасает души человеческие. Это основная задача церкви. Основная задача церкви. К Иисусу, когда Пилат обращался к Иисусу, помните, он говорит, что ты молчишь? Ты знаешь, что в моей власти тебя казнить, тебя помиловать. Я все могу. Так вот, Иисус ему говорит, если бы Отец мой не дал тебе этой власти, тебя бы ее не было. Удивительно, что Пилат не стал парировать это высказывание Иисуса. Обычно он оставлял за собой последнее слово. Правильно? Он говорил, так должно быть. У него вся власть. На него все смотрят. А тут он ничего не говорил. Он просто хотел отпустить этого человека, потому что реально видел, что у него духовная власть. Он понимал, что как человека, он мог его казнить. Но что-то невидимое, что-то духовное стояло за этим человеком. И он даже искал, как его отпустить. Искал, как его отпустить, но не находил. Уже и жена к нему говорит, я видела сон, отпусти этого человека. Но Царство Иисуса не отсюда. Не от этого мира. Страшнее, если нашу душу погубят. Так говорит Иисус. А тело? Ну, с телом можно сделать все, что угодно. Иисус говорит, отдавайте кесарю кесарево. Все законы, какие есть в этом мире, исполняйте. Платите налоги. Конечно, если это не угрожает вашей жизни. Если это не противоречит нашим убеждениям. Нашим убеждениям. Еще одно место интересное. Деяние, 12 глава. 21 стих. Ирод. Царь Ирод. В однозначенный день Ирод, одевшись в царскую одежду, сел на возвышенном месте и говорил к ним. А народ восклицал. Это голос Бога, а не человека. Ироду приятно это было. Его сравнили с Богом. Он практически Бог. Бог, поклоняйтесь мне. Посмотрите, как я одет. Посмотрите, какая у меня власть. Я все могу. Но вдруг ангел Господень поразил его за то, что он не воздал славы Бога. И он, быв изъеден червями, умер. Моментально пришла кара Божья. Бог ставит царей. Бог убирает царей. Царям нравится власть, нравится поклонение. Но если ты перегибаешь палку, если ты хочешь, чтобы тебя обожествляли, опасно. Мы видим, что моментально пришла расплата. И в истории мы видим, как власть пытается иногда использовать церковь. Это не приводит ни к чему хорошему. Точно так же церковь иногда пытается войти в власть и решать свои вопросы. Это тоже не приводит ни к чему хорошему. Ни к чему хорошему. Мы видим еще примеры. Неповиновение властям. Мы помните, Ксидрах, Месах и Афгинага отказались повиноваться. Почему? Потому что они верили в Бога, в Бога живого, израильского. Они не поклонялись истукану. Даниил не повиновался. Он молился все это время. И когда вопрос встает о нашей вере, то Бог поощряет, чтобы мы стояли на пути правды. На пути правды. Чтобы мы не боялись. Конечно, хорошо об этом говорить, да? Но ситуации всякие бывают. Времена бывают разные. Бог говорит, не бойтесь. Не бойтесь, я вас сохраню. Я благословлю, я дам вам силы. Больше, чем вы сможете выдержать, вы не будет, не выпадет на вашу долю. А Царствие Божие внутри вас есть. Это знаете, как кто пользуется, может быть, фотошопом. Там есть слои. Сначала картинка, может, такая неприглядная. Например, какой-то портрет на фоне испепеленной долины. Ты накладываешь один слой, там зеленая травка. Накладываешь еще один слой, там уже небо красиво делаешь. Накладываешь еще птичек, еще, еще. И в итоге мы видим красивую картину, получается. Знаете, точно так же есть слой. Там, где мы живем, это наша светская жизнь, это государство. Мы исполняем законы. Но внутри мы несем Слово Божье сюда, в этот мир. И Бог нам говорит, вы соль земли. Это роль церкви. Соль земли. Сохранить святость. Нести святость в этот мир, в этот грешный мир. Когда Стефана забивали камнями, один человек смотрел на это, думал, надо же, ради чего? Какое упорство? Мы знаем, что этот человек потом уверовал и сам стал проповедовать Евангелие. Это Павел, величайший апостол Павел, который много страдал также за Иисуса, глядя на христиан. Надо же. Какая твердая вера. Это роль церкви. Соль земли. Нести святость, нести благословение, не размениваться, не искать компромиссы. Бог очень быстро разберется, если мы мечемся, если у нас какие-то компромиссы. Если мы вступаем в диалог с грешным миром и занимаем такую нейтральную позицию. Бог этого не хочет. Чтобы мы оглядывались и становились соляными столпами. Он говорит, не оглядывайтесь, идите вперед. Молитесь, пророчествуйте, ходатайствуйте. Наша миссия – молиться за власти, молиться за начальство и нести Слово Божье в этот мир. Аминь. Давайте будем молиться. Много мест Писания нам дает Бог, чтобы понять наши действия. Он говорит, молитесь о благосостоянии города. Молитесь за народ. Молитесь за ту землю, в которую я поместил вас. Будьте примером. Будьте честными. Будьте святыми. Будьте праведными. Будьте правильными. Так хочет Бог. Так хочет Бог. Кто-то находил выход, уходя в какие-то монастыри, в какие-то земли, где все христиане. Есть тоже такая теория, такое желание сначала сделать садик для христиан только. Христианскую школу, христианский институт, работа, где все христиане. Где дальше сообщество пенсионеров, христиан, ну и всем умереть потом. И не соприкасаться с этим миром. Но Бог не дает такую модель нам. Это искусственно. Это неправильно. Это не жизнеспособно. Бог говорит, идите и научите. Не замыкайтесь в кокон, не замыкайтесь в себе, среди своего маленького сообщества. Нет. Идите и научите. Идите и проповедуйте. Идите и осолоняйте. Несите святость в этот мир. Такое желание Бога. А мы живем в той земле, в которой Бог поместил нас. И это здорово. Да ведь? Мы не будем уподобляться тем людям, которые на кухне злословят начальствующих. Где наша христианская кухня? Мы там только питаемся и молимся. И разбираем по косточкам. Если что-то не так, если вы что-то видите, Бог говорит, ну будь пророком тогда. Иди к царям и говори, если что-то не то. Молитесь, ходатайствуйте. Бог сделает все, как Ему нужно. Как Он хочет. Ибо Он Творец. Ибо Он праведный. Он сильный. Он святой. Дорогой Господь, мы молимся. Молимся за наше государство. Молимся за власти. Молимся за правителей. Молимся за президентом. За законодательную власть. За исполнительную. За судебную. Молимся, Господь, за все сферы Божьи. Мы благословляем. Благословляем. Благословляем, Господь. А имя Иисуса дай нам мудрости. Занять ту позицию, которую Ты хочешь, чтобы мы заняли здесь, на этой земле. Здесь, в церкви, Господь. Укрепляй нашу церковь. Укрепляй, Господь. Молимся за нашего пастора Виктора. Молимся, благослови. Благослови, Господь. Наполни Его мудростью. Наполни Его святостью. Наполни Его Боговедением. Чтобы Он искал Тебя. Прежде всего, великий Господь. И благослови. Благослови. Благослови, Господь. Благослови каждого из нас. Великий Бог, чтобы мы поддерживали. Друг друга укрепляли, друг друга. Благословляли друг друга. Благослови отношения между церквами. Благослови, чтобы было единство. Единство веры в союзе мира. Боже, мы молимся. Благослови все церкви нашего региона. Все церкви нашей страны. Благослови начальствующего епископа Сергея Васильевича Риховского. Его помощника Константина Владимировича Бендеса. Благослови, Господь. Благослови, Ты дал им великое поручение. Общаться с власть имеющими, с высокими, Господь. Мы молимся. Благослови. Благослови. Пусть все наши церкви имеют в молитве огромную силу. Огромную силу, Господь. Это наша миссия. Спасать души. Мы молимся, Господь, чтобы как можно душ человеческих спасалось. Господь, слыша Евангелие, слыша Слово Твое. Живое, Слово действенное, Слово истинное. Всемогущий, Святой Господь. Поклоняемся, прославляем, возвеличиваем Тебя, Царь, Царей, Бог Богов и Господь Господствующих. Хвала Тебе во веки вечные. Аминь.